ребята всем привет с вами как всегда саня ваня и короткий миша и нифор пива сегодня у нас пенопак номер 53 я не помню кстати кто там у нас автор пока я очень хочу пенопак номер 69 когда-нибудь мы дорастем до этого следующем или через год вот предыдущий пенопак очень высоко задрал планку качества я запомню что я все еще не жена во влажных снах вспоминают да это великолепное пиво надеюсь сегодня будет лучше вряд ли но на уровне когда сказал лучше я почему-то вспомнил предыдущий кстати в этот раз когда я был в магазе где продают паки там стояла вот это вот самая кориджова с его ебалом и за 300 почти рублей я люблю скалозы это говно выстрел на продажу мне кажется оценки будет еще хуже да в общем сейчас конечно наступили сложные времена пьем пили а можно можно чтобы не выпить за конец первое представитель это у нас пиво который я уже пил когда-то называется маравский класс светлое это велка марава классический по моему пилс может быть лагер но скорее всего пилс чешское если да они короче в моем сердечке они как чуваки которые делают очень хорошо классические казалось бы простые вот эти вот масс-маркетовые сорта в крафтовом сегменте за вполне адекватные деньги то есть вот эту штуку можно найти за 180 рублей то есть и это для крафта норм я его пил впечатление конечно свои рассказывать не буду я не очень люблю пилс я в детстве напился вот они алкоголики со стажем ноги растут анально надоело но это пиво оно хорошо только если какой это большая компания летом сидите короче просто как-то попить попить пиво чисто ли так сопутствует сегодня исправляем ошибки молодости прошлые паки оставить начал спереди и задней банки не было видно но теперь я исправился и так ребята первое пиво как много пены это то вот что ты хотел в ооо число это чисто вот то что мы хмель вот этим даже отец кихмелем это его чисто все все дети в россии знают этот запах это запах бухого братья запах батя и за нос прямо такой слегка металлический но приемлемо да и классическая матча просто блять волшебно чуть медовенькая красивенько да да цветочное такое липовая я вижу наши закадровые люди умирают и на пофмелись ёпты я это кресло с работы спиздил да и за сумму в багажнику улез хороший до до лива пива после отстой пены все правильно это вот к шашлыку подойдет запиватель шашлык ну я тебе чтобы слушать перенапиваться напиваться я пробовал такое пиво 1 чисто классика так не могу вспомнить какой у миллера другое у балтики другое они все как горечь и жестко а пилс на классическое может быть зелено но это это чисто хорошая классика покупайте и это ящик это вот если да если вы купили себе пивка вот уграйте по крафту не иногда хочется вернуться к истокам вот это они вот ваш бифштекс мистер кинг как человек но пены пиздец дохуя но это я так на есть никакой раз бокалами не самый лучший просто четыре с половиной короче начало неплохое неплохо да хорошая пиво чуть-чуть не сказал чуть-чуть вот бойко не такой как остальные волк 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 более легкая и вот это послевкусие липы или каких-то таких цветов цветочки да тоже я же отране газированная а мне кажется мне это очень слабо газированная по моему я имею ввиду вы что вот эта пена когда я заваливает за пену очень сильно но когда это вот это то пиво с которым можно его носить и пены усы нужно его водичка затекает а усики здесь остаются и вот у сам текло и вот попадет это напомню я все еще не жена максима ты жениться на пиве я помню это быстрый обзор первого пива кто пак сделайте мужик блять если мужики калас а пивовар план b неплохо кстати план b есть группа мне нравится план b для не форс пидов музыку писали ну как заговор блять опять это то есть у нас прыжок от четырех с половиной в девять с половиной сразу да а что же будет дальше я просто хочу понять шугейс шугейс and beyond это не только стиль музыки сколько это опять слон трублен вот это вот титра цитра верила левое масло это смелевым маслом это что такое да да по моему еще не пробовал именно с меня в чего ты знаешь чем соль нет тишки то есть когда бабка идет или что ну не только хмель но еще замороженный хмель они криво вот этот вот как-то по-другому видимо раскрывается и масло видимо из шишек делают не из тех перри я понял по из тех самых неравнистях для тен покурили прежде чем это уже невкусно опять супер тропическим за что еще раз за город рипл нью ингланд хмелевой это опять и по который ты обладал 9 процентов мы очень пьяный пак хорошее но грубоватый уж если честно что это вот чисто это классическая что острота классический нью инвентаций это острота скорее всего от масла потому что концентрируем ну да и спирт он здесь да вообще не почувствую я уже ты еще глотни что я чет не понял еще глотни потом быть а ты не не всасываю воздух но вообще может быть с третьего глотка то попадет это горечь спиртовая но спирт я не чувствую у меня вот есть такая чуть-чуть еще раз говорю я уже я чувствую это нормально это тройной девять с половиной градусов чего она есть вот на такой грани что мне вроде как чувствуется а по факту может и нет то есть это вот настолько гранище то есть никакого никто не не перебор это не да то есть никто не выпьет и не скажет фу блять это чистый спирт нет нет хорошая это очень насыщенная слабо газированная но это крепко да это крепко а я не пойму нравится потому что она такой сон усой вот как себя но при этом почему-то не хватает одна однотонная ну да вообще без такого это это улучшенная классика нет долг против ну просто похоже знаешь тропикал что-то там короче есть челиком таким желтые силуэт челик да и он пил патилитровую банку дайте почета неважно но я понял что на что-то это не охота пить дальше я попил как бы ну и все вот это надо 033 до возвращаясь 033 вот такие вот штуки 033 кажется данью ингу знаем уже нежный может после первого пива чуть хочется больше не согласен что мне не распробовал вообще я бы чего давай пивная еще парочку просто учитывая то что это второе пиво на 9 градусов то есть в нем как бы не накидаться вах и вот этот мыльность вот этой нипы есть но при этом вроде когда ваня горит что-то что-то есть откладывается спиртуозность вообще не чувствуется вот эта острота то есть от как сказать масло и мужа не будет не да 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 он эволюционирует он просто эволюционирует в отличие от тебя за своим кислым игрался к не знаю ничего на речь но может быть я просто не абсолютно нет я подтверждаю твои слова что совсем ничего необычного это просто классика улучшенная бахнутый вот этим маслом насчет чего идет острота какая тут это на рецепторы то что ты говоришь как от плесени в сыре грубо говоря и объясняю на поверье идет да и это прикольно но дальше ты такой типа ждешь а может что-то еще и тебе говорят пивовары за грани не и по нет это все это я бы сказал это для любителей очень насыщенных таких на периодах на 400 рублей чувак она и настолько насыщенная как допустим ну да и себе прямо вас очень насыщенных газы или какая-нибудь имперская такая чаще есть можно сказать не насыщенная можно сказать мощная принципе просто чья это же я бы не скажу 9 процентов есть может быть я позже флеш обзор торопь его теперь задаем темп космический мотыльок шварцкайзер сэлф мэйли имперский сауэр эль возможно выпадение натурального осадка я уж думаю выпадение волос я хочу посмотреть быстренько состав пожалуйста черная смородина ананас и маракуйя будет смузи ну сауэр ну это будет скорее всего нет не смузи к зиме достаточно улениста будет просто вкусно я не посмотрю сколько градусов но судя по возрастанию вкус вообще черная смородина ананас и что-то еще что-то 10 это чисто бабское пиво и маракуйя марсива закрашен это на 10 градусов давайте градусный путь пахнет газы бля это как здесь тело его пахнет кислыми вот этими на 100 я почувствовал после нипы немножко прибил мне в голову все-таки пришло немножко я просто две выпадут гроз доставлен как запах как газы года а теперь мнение чувак сладости и такая генирова на чуть-чуть но это чуть-чуть что первых глоток был не очень а я понял о чем ты говоришь про газы это прямо это когда ты идешь ты вроде хочешь что-то ягодное но очень быстро на жран за кидаться берешь его чпуха и что-либо нам знаешь а это космический мотылек space move по мотыльку и спать могу динтайберский где ебут мотылька спасибо очень полезная информация спасибо очень-очень вкусная пиво достаточно кислое не выглядела по кислотности на похоже очень на путь на пиво смузи тесто сколько на дозу до рублей 500 не около 400 тоже скорее всего сейчас каем самый дорогой пак вообще все что очень ягодная очень кислота добивает да это хорошо это очень я черный смартфон я ничего не короче очень круто но я бы нет это не джет леди вот я бы лучше его взял я бы тоже очень вкусно все равно это 475 джет леди была пятерка это 475 просто здесь меньше вот меньше вкуса она джет леди это который такая баба да 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 верхом очень очень вкусно но прям было супер это знаешь то джет леди это прямо баланс во всем а здесь чуть пели они что-то сделали она очень вкусно но она прям такое знаешь душно и скажем так вот это да вот это ну да то было классов и было но она пом 6 процентов или около пяти шести это может и замуж ты зайдут но это мощный я уже чувствую все можно в своей лобной доли я чувствую ты хочешь теперь на мужике жениться на этом нет не советую юлия 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 борис бритва юлия все оставит свой не не след рубец на я смотрел на него последние наверное месяца 4 каждый раз когда приезжал пивной магазин который находится и очень далеко от моего дома но дали достаточно далеко нет который меня на люблинке находится его владелец никита бервария а счета прием приезжал да я был там день открытия я сделал он прямо так называется бервария магазин пиво короче вот там было я смотрел на него месяца 4 и вот вчера я взял я прямо знатно кайфанул на шампанских дрожжах подожди я пытаюсь осознать что ты сказал меня тоже уже накинуло подожди я понял разница между этим пивом и джет леди джет леди такое прям ягодно насыщенная прям как газировка практически а это более кисловатая давай скажем так то что если джет леди целуют тебя это не бет тебя в очко я если джет леди вот так его легенько целует тебя в губки да то это прям с языком залезать все тебя нахуй там вылизывает блядь и ты такой нет это это просто отлично вот эти три а вот спокойно вообще советский блядь у каждого пока что мы обозревали отсосал упал отжался на 50 раз и все равно встал и отсосал в форме кишки хабиб о русский имперский сталт с бобами тонко никогда не понимал в чем прикол бобов тонко а что это как какао бобы но это не какао ой-ой-ой они оттуда это что-то спрашивают не спрашивай у меня я сделаю вставочку потом это что-то главное чтобы не отстали что такое бобы тонко это да темная материя концентрированная перика пахнет шоколадом да и вот-вот я не чертим вот чем-то поджали тонким больше пахнет больше шоколада я пахнет просто так можно еще погреть марципаны есть может быть что-то или сладость какая-то для этого нужен конечный момент ей может быть пахнет просто охуенно да в общем можно можно не пить а просто нанюхаться это почти как уже я даже не хочу пить понимаешь если я выпью это говно я буду очень расстроен пей бля пей бля пей у нас был помнишь чё это мой 33 ну да сейчас я слезы сейчас бортер соленая карамель или а и выдержанный в виски какой-то бочке бурбон мы и в виски бочки и в коньячный по моему был врата она не хуже советских был первым новогодний пак нет пост первый в новом году то есть январский до январский это пиздец я запомнил этот пак сколько 11 до 11 я была бы тем оператором просто держал бы так до тех пор пока гладиаторы не ах ты ж хватит пить наше пиво будешь писать криво раз в неделю точно можно это попить хоть каждый день пейте ну каждый день может даже для тех людей у кого есть винный шкаф вот это можно положить в винный шкаф да и выпить потом это вот то помнишь как как-то я в одном из выпусков говорил что есть пиво которое можно взять выпить сразу один вкус через полгода выпить вторую то есть купить 3 выпить одну сразу одну через полгода и одну через год три раза разный вкус вот это из такого пива который у нас крепкий обзор крепкий скажу датский анекдот про говно поначалу вот чуть чуть твой язык обалакивает такое очень что-то душистое потом это пропадает остается небольшая голыча шоколада а потом отсутствует какая-то хуйта и вот эта хуйта она настолько вкусно я не знаю чека по бетонку вот 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 это вот что-то ферментированное остается ты такой еще 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 сука сделайте банку блять литровую я взял литровую банку капельницу только просто сразу вообще схода если вы где-то видите это пил берите 100 процентов полюбасу это просто фиге и оргазм блять дай передать санцветки он бачок давай ладно ладно это шутка не было я просто охуенно это как доктор ему можно без пить бесконечно блять даже перестал болеть ты такой знаете есть всякие эти блять коньяки виски которые типа поболтают пока покатай во рту почувствую вкус и ты это был больше такой есть виски коньяки и ромы которые там покатай во рту поболтай в бокале понюхай попробуй вот это пиво не хочется глотать его хочется накатать во рту пока вкус полностью тебя не пропитает да просто это произведение искусства если пиво были которые известно из бочек с виски из бочек с барбона или с коньяка у них был немного спиртозный привкус то здесь его нет она просто волшебное его хочется пить 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 и пить пока ты хуя мне запьешься вообще пиздец она такой тягучая вязка остается во рту блять я не знаю тот кто это придумал ёбаный гений бы если ты баба я на тебе женюсь а если мужик а если ты знакомый с юлей то на двоих съездим в дубай многоженство сидела но это просто да это просто волшебный ящик как ваня созревает просто нет слов я понимаю что значит пиво это матча просто я думал что пиво это хуета так пойло для бомжей но сейчас но сейчас сейчас я бы понимаете миша знает насколько я люблю кока-колу вот увидев в пятницу вечером баночку кока-колы и баночку того пива я бы не раздумывая взял пиво просто не раздумывая хотя кока-колу я пиздец как люблю и это опять но это это не то что такой же как предыдущий пока это прям вот они наверх одно это пиво уничтожает всю наверно пивоварню блять савицкого я хуй его знает уничтожает его пак сто процентов но это пиво просто задирает планку уничтожает савицкого да а ну а она готова поспориться с паком юлия это просто просто ну еще два не совсем это парливайн с каким сиропом подожди это наше производство я не знаю что такое бирч пожалуйста это стол вот это вот слов и вот это вот словом переводчики бирч очень интересно что это это знаешь такое есть бир а с березы наша русская на березовых весь водка на березовых бурониках блять это перезовое пиво где-то где-то всплакнул один без руков то есть это смола или что сироп сироп из березового сока но концентрирован очень пахнет березовый щипой вот такого типа копченый я никогда не пил березовый сок и ты знаешь копченый это похоже на рау что тоже что-то жены есть такой прям это травмир типа это пар легче а основа парлива базовая ты почувствуй кошачий корм чуть-чуть есть как только он сказал я понял не я ничего не чувствую чуть 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 есть ну моя кошка чем-то дорогим всегда пытается мне я ничего против не имею это просто такой запах знаете вот покажи мне тут высовую и мужчина красавцы дмитрий горев дмитрий горев я смотрю на вашу фотографию вот так вот все отдай фотографию я отдам вам не только воинское приветствие но и свою честь мужик подобрал короче вот пак охуенно крепкий максалины мечты но да вот я люблю крепкое пиво ну то есть она нет слов блять охуенно она точно такой же как предыдущий даже без шоколада более терпкая даже даже вот первое пиво четыре с половиной блять хуйня хуйней но она вписывается просто потому что он хотел разнообразить парк и типа она тоже одно из лучших просто для с косой стоишь коровки мать но этот пак это что-то сел но пиво тем не менее очень вкусно я чувствую вот эти вот все ноты то что в барлике изюмистость вот это вся хуйня но я бы не сказал что я развиваюсь между выбором березовый сок я просто давно не пил наверно никогда в жизни не пил поэтому для меня это просто вкусно но предыдущая вкусней а чаку пил просто потому что более чаку не пил бы нет чаку ну блять заваренную чагу древесный древесный гриб я когда его увидел в банке мне блевать тошнило не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не чайный гриб древесный гриб короче такая хуйня знаешь растет блять как вагина блять на дереве так это разве не это чат ее срезают короче и а чайный гриб чайный гриб это грибок который нас он он сам сам растет да в этой хуйне а нет вот я в этой хуйне увидел с деревьев в чагу нет я не впервые когда чагу именно я имею ввиду который срезает с деревьев вот эту херню здоровую опухоль можно сказать мозг и типа ферментируют и из нее можно чай все тоже делать как кофе не знаю но я бы вот это вместо чайка вы ебал бы сто процентов на работе купил савы и запил таким чайком просто вообще сказку ты питерский что питерский ебать у меня на работе нихуя поесть помешал здорово у меня раньше тоже там было хочется пить еще пить пить это волшебно это очень круто magic да а для следующего фокуса нам потребуется нож этот самый нож вы че хуины иди за ножом пожалуйста а вот кстати от нее не отвалился магнит а нет мы нашли какой то магнит чего пив дай это чё ты хочешь сама не она хочет это план б это даже красиво это очень красиво это очень стильно вот эта штука за это нельзя да ванилка типа покритиковать баночку ты луч вы вообще никакой из этих банок я бы не критиковал все они очень стильные красивые здесь там не покрашен вот здесь какой то ну какой то сундук сокровищами вроде бы хуйня а по факту понимаешь что пиво это да сокровище вот здесь смотри здесь диджей оборудование нарисовано там что то стильное в типу футуризма да здесь диджей оборудование это чистая цыганщина я как цыган в душе одобряю просто золото и смотри какие-то знаки похожи на годом море что такое что такое похоже на чешские масонские за очень круто очень круто ну и вот это блядь ебать тут море глазами уничтожает пиздец спейсм пробуйте просто вообще ну что тут одно дружище да я не шелесте особо бля я не знаю ситуация сталкер 2f блядь да это блядь да это я решил не быть молодцом и подождать неправильно сделал почему ну потому что они остановили разработку на хоне для вошли это же украинская скуча да понятно что будет в джестине его а что это пламба темная номер пятьсот виски или имперский состав 32 с половиной нет это экстрактивность тихо умножая вели на два точнее оно тоже темное тоже густое и оно будет такое же вкусное или еще вкуснее наверное сейчас попробуем сейчас подождите с изучı и русский перец член apro я помню с тобой в первый раз нормальный и перец попробую было tie то его даже так вот это можно это можно просто они просто на нюхоца хотят particulars знаешь чем тут картошка дышки Как Доктор Стрэндж, познавший вселенную. Познавший вселенную. Ты познавший пиво. Ебать-ка, бать. Вот это бы разливуху сделать. Разливуху бы... Пожалуйста, продавайте это во всех магазинах страны. В пятерочках, в киосках с журналами, в детских магазинах, повсюду. Я хочу, чтобы оно было везде. Вот эти три последних пива, чтобы были, блядь, везде вообще нахуй. Вообще, блядь, везде. Чтоб я шел покупать Део Гастини, и мне давали подарок это пиво, блядь. Чтоб я шел покупать компьютер, и там подавалось это пиво. Чтоб я заходил в Красно-Белое, и там все полки были в этом пиве. Это очень ссоро. Там будет водка. Сейчас. Пиво. Ты забудешь, что такое пиво водка называет. Я очень жалею, что у меня маленький язык, и я не могу облизать стакан изнутри. Чтоб цепут луку потом. Надо тренировать язык просто. А тебе нужно сходить на тренинг коллектива Щербакова. И Юрию Дудю. А не... Ну ладно, ты не понял шутку, я не понял. Я сам себе пошутил, поржал себя в голове, я говорю, ну все хорошо. Как пиво. Просто охуенно. Отвал не бал, чисто, блядь. Оно, оно более... Вот, оно спиртовое. Оно, ну я бы сказал, оно уже не спиртовое, оно более душистое. Но это неплохо. Но оно висковых бочках, потому что... Да. Оно отдает, но не спиртозностью, а более какой-то... Вот что-то такое душистое. Что-то много специй или что-то такого. Бочка больше. Ну, тебе не кажется, что это спиртозность. Вот. У спиртозности есть горечь, но здесь ее нет. Но это пиво гораздо насыщеннее, чем предыдущее. И это делает ему свою, я бы сказал, аудиторию. Ну, нихуя, оно просто отжимает буквально. Дает двоечку. И прижимает предыдущий пивас. А ну, советский там уже типа в своей моче подох, там, в говне есть. Обосрался, улет все, улет. Блядь. Без зубов, без языка, просто блевотни. Во всем говне, вот, все испражнения, что есть на войне, вот, советский в нем подобно. Потом сделали. По сравнению, вот с этим пивом. Просто. Савицкого. Блядь. Пиво из праха советского. Вроде бы, казалось бы. Ферментированный советский. Три советских гораздо хуже на вкус. Он больше на мочу похож, наверное. Советский не дошел до этого. Ладно. Но я говорю, бля, просто пиздец. Вот эти три последних пива, это что-то с чем-то. Я после второго понял, что нам пиздец в хорошем смысле. Оно не записывает. Кто-то из вас нажмал на паузу. Аудиторожку мы возьмем оттуда, ничего страшного. Там тоже хорошее качество. Я понимаю, а кто нажимал на паузу? Никто не нажимал. Нажми еще раз, ну просто, вот ради прикола. Рэк нажми. Все, пошло. То же самое, я видел, чекал. Кто нажал на паузу? Ну, я тебе говорю, ничего страшного. На видосе посмотришь, найдешь, подобей, мы ебал. Это Савицкий. Савицкий? Да. Он выпрыгнул чисто. На нахуй. Бля. Когда произносишь его имя, что-то сотрясается. Да, нет, нет, в этом я говорю, нет, ничего страшного. Потому что аудиодорожка на один нехороша. Я просто задеру и все. Просто очень странно, что первое пиво было стандартное масс-маркет. Он просто, понимаешь, что это мы будем привыкнуть? Он его добавил для общего, типа, ну, пока, что я, типа, не просто тупо с 9% все люблю, а вот еще и 4,5%. Это базовое. Потом второе пиво такое очень насыщенное. И ты такой слишком, по-моему, сильно, грековатый. И ты вроде пьешь его и такой думаешь, хм, это интересно, но по-своему. Пьешь третье пиво, блин, ну вот это просто охуенно. И последние три пива, это просто отвал пизды. Вообще просто разнос частейшей воды. Как между ними выбрать? Это было слишком, я не предлагаю даже. Я тоже. Я руку даже не поставил. Я не понимаю вообще, как. Это было бы слишком хорошо. А ты знал, что, типа, охуенно будет? Нет. Я это пью первый раз в жизни, пробовал бы все, кроме первого самого. Ну, первого, да, понятно. Первого я пью. В том баре, который закрылся. Который у нас в Бердеке не остались. Хуенно. В общем, вот такие вот пироги ты чувствуешь, да? Какие могут быть паки иногда. Паки, паки просто. Мы попили шесть, и вот последние два были просто пизды. Знаете, я раньше от паков ничего особенного не ожидал. Но я могу сказать, что вот эти три последних пива, они превосходят мои ожидания. То есть, в тех банках, получается, в тех паках была всего одна банка вот такого. Ну, в предыдущем уже было. В общем, в году? В предыдущем было две? В предыдущем уже были почти все. Нет. Нет, я говорю именно про стиль, про то, что темное и такого вкуса. Была всего одна банка. Его давали на пробу. Нет, три три было. Это и больше. Ну, короче, ладно, ладно. Нет. Я понял, о чем ты продолжаешь. Я говорю, в каждом паке было по одной банке. А, ну да. Вот. Я говорю, в каждом паке была всего одна банка вот такого, которая давала тебе чуть-чуть коснуться к этому вкусу. А в этом паке их три, и ты можешь почувствовать их разность на собственном примере только что, вот прямо сейчас. И ты охуеваешь с того, как это все клюет. Короче, крепкие сорта наши фавориты всегда. Я так понимаю. Нет. То, что они крепкие, я бы сказал, это просто подарок судьбы, или такой довесок. Ну да. Которого ты не ожидаешь, который потом такой, ты уже легкий такой, вау. А, ну да, каще. Именно сорта, вот эти вот, там, Stout Russian Imperial, или же Barlic, или что-то там, ну, может, девянышки какие-нибудь вкусненькие. Слушай, а вот дювель это что? Дювель это бельгийский эль. Стронг бельгийский эль. Короче, от восьми вот этих бельгийцев очень бы хотелось попробовать еще побольше. Курдендраг, дювель, борнэм. Штабхендрик. И тут у меня случился мозговой коллапс. Ну, в общем-то, как мне сейчас в Сигу играть, блядь? Так. Поиграешь. А что у тебя там, турнир? Нет. Да, маленький профессионал, видишь? Киберкоклета. Японский киберкоклета. У меня вот здесь две звезды. Что в бонусном будем сегодня пробовать? У нас есть три варианта. Все, все. Передавай по кругу. Глотай сам, говори, что думаешь. Давай, Ваня. Я скажу сразу, я пробовал, мне не надо. Ну, это охуенно. Надо представлять пиво? Это газе. Это же газе. Я найду, давайте, если что. Пивной напиток, не пересектированный, мамкин пивоварый, газе 1. Бля, это бы из стакана попробовать, конечно. Ты, пожалуйста. Кола. Вот, на втором. Вот, да. Это единственное, что ты достанешь. Да, это насыщенный вкус. А что это? Насыщенная газа. Не, не, вот так, что? Что? Это там? Я Ваня, Ваня. Да, это там мадное газе с легким послевкусием. Ну, не послевкусием. Капуста очень водянистая. И вот здесь... Солнце. Да, и вот это водянистость здесь есть, она присутствует. То есть, нет такого ярко выраженного вкуса капусты, но ты точно знаешь, что он присутствует. ТП, мое уважение. Я что не пробовал, ваши пивасы, это... Автор. Это написано автор Реналья. Чувак, ты не пробовал, стал сникерсить. Сникерс? Они? Такая блевотина. Низдец. Сникерси не нравятся. Да. То есть, у них их стаут, сникерс... А они что, не говорили про это? Да, они говорили, бля, у нас не получилось. Это сладкий, да? У них есть два пиваса, вот этот сникерс, но он, да, он сладкий. И... А, сникерс, потом свекольный, который, блядь, мне полкухни взорвал, грубо говоря. Хотя, на самом деле, я просто в раковине, пшикнул, гашнул. Я пшикал, она такая... Стоит, походу, гриб такой, блядь, оттуда. Ну, я один на пшик. Я такой, а-а-а, понятно. И еще один стал, вот этот перец. Они сделали тоже зараженный какое-то говно. У нас когда-то было томатное газе со специями, такой слегка островатый, вот, вот, оно, да, 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 вот, мексиканское, оно лучше, чем вот это, 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 это очень сладкое, легкое, мне больше то нравилось, а то прямо как било тебя под дым, вот это я бы пил, знаете, как томатный сок, это вот чисто для любителей газе, который хочет попить много газе, это очень легкое и вкусное, первая версия, я не скажу, что оно плохое, но оно просто хуже, если вы увидите его, вот эту банку, и банку того с мексиканцами, лучше возьмите мексиканское, а я еще одно, вот, у них была первая версия, и вот там, блядь, была ебаная капуста, была очень, очень душная, с перебором, прямо, это такое дло, ебаная, капуста ваша, смузи, да, почти, это, скорее, скорее, я не люблю, а зачем ты налил стакан? Нам на всех трое, потому что. Я уже пробовал, я сделаю маленький глоток, дам понюхать теперь во всем, если ты мне скажешь, что не пахнет малиной, оно охуеть, оно охуеть, как пахнет малиной, а теперь сами, а теперь и ты первый делаешь, а я не отдам, а я не отдам, я вообще люблю запах малины, да я тоже, а, прям свежий, свежий пахнет, и чувствуется такой, у этих семян, у малины, свой вкус, и вот чувствуется этот вкус в запах, просто. Пробуй быстрее, сука. Ванек. Иди нахуй. Я поистине фанат малины. Пробуй, сука. Летом скупаем малину тоннами, делаем из них варенье, погоди, я сейчас слюнями захлебнусь. Тебе пиздец. Я просто сделаю платочек, и отдам тебе варенье. Это ты купил мне? Это ты купил мне? Целоваться потом будете. Хоть. Я не женат. Я ходе слабую верующую, но за тебя свечку поставлю. О, нихуясь. А да, это Саня, или это тебе? Это тебе тут больше. Пирь. Ладно, дай закану перифу попробую. Дайте. Я говорю. Это очень легкая, малиновая, без вкуса вот этого. Когда свежая, да, это вот эта банка. Когда делают какой-то компот из малины, малина получается такая немного с генельцой вывыганная. Как клубника. А здесь прям, это ароматизатор? Нет, это малиновое пюре, там потом если... Рыжий, иди сюда, блядь. Ну-ка на нахуй попробуй. Приглашенный эксперт. Я тебя ночью загорешь. Пахнет малиновым вареньем, а так не. Вот и все. Это газы. Это газы? Да, это газы. Ты не чувствуешь соленую? Базу. Чувствую легкую. Вот, это база газы. Вот это сочетание, знаете, в кондитерке используется соль и сахар. Ну, это охуенно. Эта соль преобладает все равно. При этом вот ягода, она кислоту вы прямо с вами дает. И это чувствуешь, что малина прям. Очень классно. Это сильно, да. Это просто охуенно. Но, к сожалению, это не войдет раз. То есть я вот эту банку еду скуну и не по кайфу будет. Да? Почему? Ну, я не настолько большой фанат малины. Ну, даже не малины просто. Даже не малины. Ну, не просто. Мне не так сильно нравится этот пиво. Я бы лучше, я бы предпочел любое отсюда. Нет, это отдельная тема. Здесь играешь на то, что я любитель бабских пивов. Нет, это я просто на том, что на разнице вкусов. Очень мне нравится. Тебе очень понравилось. Рыжу вообще, видишь, не понравилось. Мне нормально, но это не мое пиво. Ну, вот это, согласись, это немножко другое. То есть это... Базара ноль. Кофейный... Базара ноль. Это другое. Я говорю о том, что вот это другое, оно мое. А это не мое. Ну, да. Да. Потрясающе. Поэтому я самый охуенный парень здесь. Потому что и то мое, и это мое. Чего здесь, блядь, мое? Как говорил мой дядя, твое только то, что ты насрал. Остальное мое. Нихуя у тебя, дядя, блядь. У тебя дядя этот Миллер? Не, он эту шутку, естественно, говорил, но... Очень жаль. Охуя на дядю Эрик, блядь, если вы когда-нибудь посмотрите. А он в Израиле живет. Ну, мёд. Это вот как Гуленкрафт туда. А где мой айкос? А вот тут. М-м-м, ёпта. Тут пчел-медведь. Нормоз плащич. Пчел-медведь, это свинк, а? С плащичами. Ой, ой, как пахнет. Теперь с вами. Потом я скажу, сколько стоит вот этот пивас? За сколько его можно найти, блядь? В предыдущем паке? А они тоже по градусности идут? Или они имеют? Нет, это уже просто, да, бивку. То есть мы здесь сейчас будем в ума, вообще? Как давно они его вообще выпустили? Не очень, 13 чекинных на татке всего. Это, в прошлом паке была такая медовуха. Я же говорю, похоже на то. Ну, мед, это прям мед. По запаху не пойму. Вроде мертв. Это медовуха, да? Ну, прям сильнее, чем в этом, в миде, в основном, которого они выпускают. Да? Ну, у них есть вот этот, амброзия и дикий, дикий, я не пробовал. Ну, в прошлом вкус был тоньше. Ну, да. Здесь по рассыщению, это, ну, там бутылка. А, нет, 05. Я тебе говорю, я сейчас скажу, сколько он стоит, а ты ешь. Нет, я тебе, я скажу, 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 скажу только тебе, бельку не скажу. Хоть бы дешево. А что, перик сопьет? Нет. Не надо просто. Хоть бы дешево. Хоть бы дешево. Дешево, дешево, дешево. А, ну, есть, я тебе в белье в магазин? Ближайшие, нет, 20 минут отсюда в машине ехать до того-то, наверное. А где вы его взяли? На Ленинградское шоссе, 113, что ли. А, что там находится? Пиво и пенобаки называется. Вот где я в этот панк беру. Магазин. Честно. Горло пиздец от меда. Ну, это, знаешь, это вот как сильно хмельное пиво, если даже просто сварить хмель без всего, глядь, и залить слегка воды, и вот прям очень концентрированный хмель, такой прям сильный хмель, вот выпить. И то же самое вот с этим. Слышь, смотри. Что, опять? Ага. Слышь, смотри. А тебе вкусно? Да, 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 да. Или простоват? Да, да, да. Простоватый. Мне нравится просто, Доник. Посмотри на мой. Давай пей быстрее. Сученька. Сученька. В этом, короче, на этом мы закончим сегодняшний выпуск. Бля, вот покинь, если бы вместо вот этих двух банок было бы вот это и вот это. Да, я бы просто, как у этих, знаешь, в аниме, когда у извращенца злоса кровь, это сразу вот со мной бы случилось. Я бы попробовал, все, до свидания, блядь. Объединили, два мы их купили. В общем, вот это пиво, это мед, медовуха. А в прошлом пенопаке у нас была тоже медовуха в такой стеклянной бутылочке с бежевой, по-моему, наклеечкой. Да, она была очень, горчичная. Да, да. Она была очень легкая и очень тонкая по вкусу. Вот это более насыщенно. Это прям, я бы сказал, что это практически одно и то же, но здесь именно вы же на любителя. Что вы больше любите, тонкий вкус или побольше? Я бы сказал, что и эту баночку, и ту бутылочку я бы с удовольствием засандалил бы. И если бы увидел, как жаль, что у меня плохая память. Надо их потом, я сам потом буду сидеть, выискивать эти бутылки, буду их фотографировать и потом заходить в какой-то магаз и вот так вот пролистывать их, чтобы хоть что-то из этого было, блядь. Потому что это просто... Ванелк, поехали в пивной Ту. Куда? В России, блядь. Хули мы уже не выйдем никуда. А хули, а поехали летом, я отпуск себе возьму. Когда у нас отпуск? Ладно, потом разберемся, хорошо. Мы должны сейчас подвести и тут, и закончить. Как, как ваше впечатление от пака? Блин, это очень круто. Я в восторге. Я тоже. Даже несмотря на то, что этот раз пришлось углотить больше. Пак у Юлии, да, у нее был такой, как сказать... Он более разнообразный. Более разнообразный. И там разный градус, то есть такое, типа, как... Тень растающая. Возвращая. А здесь такая... Четверки. О, охуенно! Я бы не сравнивал этот пак с предыдущим. Я не пытаюсь. Нет, не получится, просто не получится. Нет, я в том контексте, что, типа, перед этим был вообще пиздец. А сейчас, ну... Да они, видимо, сами побомывали, отписали этого совместного и сказали, блядь, чтобы тебя нахуй тут больше не было, блядь. Мы будем делать только с нормальной пакой. Будешь только там продаваться. Мы будем делать теперь просто охуенные паки, блядь. И каждый раз, когда к ним выходят, они делают коллабу, они говорят, если ты подсунешь на какое-то говно, мы тебя порешаем, сука. Нас суньте в горло. Да, и вот пацаны реально берут лучшее, потому что и девчата, Юля, я все еще не женат. Вот. Это было очень круто. Это охуенный пак. Можно было бы заменить только вот это. Да, да. Его можно заменить. А, я забыл уже про него. Что он вообще был. Его можно было бы заменить. Он хорош. Он мне дал. Он мне прямо на голову вышел вот это все. Хорошо, я меняю свое мнение. Давай, переобуху. Я забыл про Ниипу. И типа, ну, оно вообще лишнее. Да, оно в этом память вообще не так. Мне не зашло. Блядь. В общем, ребята, оставляйте комментарии. Ставьте лайки. А, нет. Теперь еще. Если вы зайдете на сайт пенопака, когда этот видос уже выйдет, и будет, это какой поет пенопак? 50-50. И увидите 53-й пенопак в наличии, обязательно возьмите себе попробовать. Просто обязательно. Или если увидите где-то какой-то из этих пиф, обязательно возьмите. Кроме, наверное, ну, второй тоже возьмите попробовать. Все равно. Оно плохо на общем виде. А в принципе, это само по себе хорошее. Я не говорю, что оно плохо, оно здесь лишнее. Да, может быть, да. А так, любой берите. И берите вот это, берите вон тот мед или вон то газе. Вообще, пейте, бля, пиво. Пейте, да. И все у вас будет ништяк. И малина. Хотя бы раз в месяц, да. Все, да? Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте колокольчики, пальцы, лайки. Жемякать. Комментарии, да. Пишите, пробовали ли вы что-нибудь? Подписывайтесь на него, на него, на нее, на него. В тапке. В тапке подписывайтесь. Подписывайтесь на тапок. На инстаграм, вк, челку. Остановись. Мы не популярный блогер, у нас ничего нет. В паспорте ему распишитесь, я хуй его знаю. В общем, с вами был Саня, Ваня. И короткий, и меньший. Вот такой вот. И Миша. Вот такой вот. Всем пока. Да, еда.